Продолжение следует... Нет, мне нужно слово, что вы не против. Нет, нет, не против, конечно. Все, я вас слушаю, говорите, пожалуйста. Я не против. Вот у меня такой вопрос, Геннадий. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Сейчас я зарядку подключу, а то у меня батарейка садится. Сейчас меня видать нормально? Видать. Да, видать. А ты, Геннадий? Геннадий, меня сейчас видать нормально? Да, видать нормально. Скажите, пожалуйста, у меня тут такой вопрос из Библии. У нас приезжают евангелисты. Религия такая, евангелисты. Слышали, наверное, такую религию? Я слышал. Дело в том, что это фальшь, это обман. Евангелистов только четыре. Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Все, больше не было и не будет. Что за евангелисты? Откуда они взялись? Новая вера пришла? Апостол Павел говорит об... Ну, евангелисты они так себе называют. Я спрашиваю у них, у вас что за религия? Нет, евангелистов нету больше. По-другому назовите их. Сектанты, еретики или как-нибудь сходно. Ну, они баптистские, они пятидесятники. Скажем так, это самая ближайшая религия, пятидесятники. Ну, я знаю, знаю. Там бесноватые на сто процентов. Вот они... Бесноватые. Бесноватые православные. Православные. Ну, они мне так объясняют. Иконы. Иконы это идолы. Ну, да. Так они объясняют. Мы молимся иконы, они называют, что это идолы. Ну, да. Почему так, я не знаю. А скажите... А как мне им объяснить, что это не идолы? Просто я сам не очень читаю. А вы их спросите, скажите им так. Скажите, а вы Христа слышали, такой был персонаж? Христос. За кого они Христа признают? Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. Евангелие от Яна 14.6. Если они признают Христа за истину, теперь спросите, а вы верите, что он был Бога человек? Они скажут, верим. Тогда мы им скажем. А вот он пришел в храм и выгнал торгашей и говорит, дом мой. Дома молитвы наречет. Это дом мой, не идолы. А в храме были иконы снаружи и внутри. Так они еще умнее Христа, а не эритики. Христос пришел в храм, который был из одних икон, от пола до потолка, снаружи и внутри. Пророк Иезекииля, 41 глава, 17 стих. Это храм Зарвавеля, 2. В него пришел Христос. И он весь был в иконах. И что дальше будем? С кем разговаривать-то? А мы должны молиться иконам? Или мы через них должны молиться? Как правильно молиться? Это другой вопрос. Сначала иконы Иезидовы сказали. Первая ложь сатанинская. Христос Бог. Он говорит, мой дом. Мой дом с иконами. А у них капище какое-то. В первую очередь, они должны осознать, что они лгуны. Тогда будем дальше разговаривать. Дальше не надо разговаривать. Они священные изображения назвали иконами. А Библия говорит о том, что их повелел Бог делать. Исход 25 глава. И перед ними повергался Аварон над Ковщегом. Я больше... Дальше разговаривать не надо, раз они лгут. Все. Ну, тут, видите, не могу не делать. Я тоже так думаю. Просто из Библии я сам читал. Не делай себе кумира и изображения. Что наверху, что внизу, что в воде. Да. Вот давайте на доске нарисуем. Я просто сам не понимаю. Я сам верующий, я сам православный. Так в церкви хожу. Ну, давайте так дальше. Внимательно слушайте. Вы в Библии все написано и признаете за священное? Вот открываем к третью книгу. Старс, пятая глава. Я... Я... да. Вот смотрите. По порядку будем говорить. Бог запретил... У меня сейчас Библии нету. Сейчас можем... Бог запретил изображение делать то, что на земле и то, что на небе. Мы говорим, что на небе. Я вот студентам преподавал. Давайте нарисуем, что на небе. Солнце, луна, звезды, облака. Это, видимо, больше ничего там нету. Кроме того, ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, они соглашаются. Не сделай изображение, что на небе. Зачем Бог тут же повелевает, сделай двух херувимов? В 25 главе. Это первое. Теперь не делай того, что на земле. Соломон знал или нет? А он... Ну я им это и... да. На земле делает море медное. И задней частью валы туда 12 валов. Кроме того, львов изобразил. Кроме того, виноградная лозу. А это все на земле. На земле звери, нечистые. И при том, если сделал Соломон, то Богу угодно. Написано, и облако наполнило храм. Слава Божия. И не могли стоять в храме. Вы отвлекаетесь от разговора, да? Не-не-не-не, я вас слушаю. Я вас внимательно слушаю. Тогда смотрите сюда. Не гляните на них. Я не отвлекаюсь, я слушаю вас. Если Соломон сделал храм, храм Божий, по плану, который Бог дал Давиду, и слава Божия наполнила храм, когда он все сделал, и принял львов, принял быков, тогда куда девать этот храм? Куда? А этот храм принял на себя весь удар римской власти. Ну и что теперь будем думать, гадать, когда прямо написано, что это слава его, храма, который второй будет, храм Заровеля, больше этого? Хотя этот был намного больше. Значит, тот и другой славой Господней покрыты. Так они еретики, они не признают этого. Написано, и слава Бога несравненного наполнила храм. Наполнила храм вместе со зверями, которые изображения сделаны. Дальше-то куда идти? Они не считают. Они лгут на Слово Божие. С ними разговаривать не надо даже совсем. Зачем вам это нужно? У нас был один тут, не верил, что земля круглая, она стоит там на слонах или на что-то. Маленько-то разберись со своей головой. И все на этом? Ну да, теперь мне понятно, конечно. Но вот они еще говорят, вот крещение. Вот я хочу... Я со Ставрополя. Что-то это... Ставрополь. Не пойму, еще раз. Вы где находитесь? У вас связь на... Какая страна? Со Ставрополя, Ставрополь. Город Ставрополь. О, понял. Ставрополь. А почему вы бреетесь? Да, да, далековато от вас. Вы лицо зачем скоблите? Ну, я не знаю. Если честно, я не знаю. От бороду... Ну, чтобы чистым выглядеть, наверное, аккуратно как-то. Вы в храм Божий зайдите. Я не знаю, если честно. Все бреются, я бреюсь. Посмотрите. Это дружба с миром, если вражда против Бога. Вы посмотрите. В храм... Видите? Христос с бородой. Апостолы с бородами. Пророки все с бородами. Ну, понятно. Ну, я надеюсь, узнаю, конечно. Не надо лукавить. Вы бритвы сегодня же выбросьте. Ну, да, да. Я насчет этого знаю. Ну, так а что тут говорить? Давид Бритвы... Полбороды Бритвы... Я даже в храм... Это... В Иерусалим не запустил. Отправил в Иерихон, проклятый город. Пока бороды не отрастут. А мы идем в небесный Иерусалим. Тут у меня еще есть... Все, насчет этого я понял. Ну, вот и все. Ну, да. Тут у меня еще вопрос есть. Я могу детей крестить? У меня дети маленькие. Ну, надо подумать, крестить, если они верующие. Где они? Игнатий. Давай я поговорю с ними. Пускай они подойдут. Вот они у меня маленькие. Они маленькие. Они не маленькие, они большие уже. Поставьте рядом, чтобы я мог видеть их. Афкарды. Рома. Давайте сюда, хлопцы. Афкарды. Сейчас, секундочку. Давайте, давайте. А вы можете сзади встать. Пускай они вперед идут. Видать. Вот какие молодцы. Видать. Замечательные ребята. Ну, если вы верите, и жена верующая у вас? Жена верующая? Православная? Да, да. И жена здесь. Тогда надо крестить. Очень. А вы кто по нации? А вы по нации кто будете? По нации кто будете? Я цыган. Не, не понял. Цыган. Игорь, подожди. Володя. Цыган. Из цыган. Цыгане мы, цыгане по нации. О, опасное дело. Я цыган верующих не видел. Которые видели, они все обманщики. Почему? Вот так. Но вы докажите, опровергните это. Нет, мы не такие, Игнатьев. А вы кем работаете? Работаете где? Какая у вас работа? Я работаю сам. Жена дома с детьми сидит. Ну ладно, а работа какая? Чем вы занимаетесь? Я таксистом занимаюсь. Таксистом? Ну ничего, работа. А то как, пассажиров возите, да? Да, да, я погрузками занимаюсь. Ну хорошо. А то цыгане умеют... Да, да, все правильно. Цыгане умеют... Ну можно так сказать. Я сколько знаю цыган, они умеют воровать, ворожить и рожать. Цыгане умеют воровать, ворожить и рожать. Вот сколько у нас встречалось, а такие они были. А вы опровергните это. Покажите, что они могут жить святой жизнью. Дело не в нации, в человеке дело должно быть. А нация здесь ни при чем, если честно. Нет, это много значений. Для Бога мы все равны. Вы евреи. Нет, для Бога мы все равны. Нет, это у Бога... То, что я цыган, это не что-то. Геннадий. Понимаете, еврей везде еврей. Нет, для вас это имеет значение, что я цыган. Вы понимаете, что в нации есть тут русская нация. Мы русские. У нас обось и небось, как попало все. Через голову. Поэтому мы все теряем. И богатство, и недра, и все. Простота. Расхристанность. Нам хвалиться-то нечем. Вы меня слышите? А про свидетелей Игловы, как они, как религия это? Нормально? Свидетелей Игловы, это даже их еретиками нельзя назвать. Нельзя назвать. Они враги Церкви Христовой. Они не христиане. Никакие они не христиане. Они не признают Христа за Бога. Они не верят в Святую Троицу. Не верят, что у человека душа. Не верят, что есть вечное мучение. Библию нашу оставили, написали книжку свою и говорят, это Библия. Ну, какие они верующие-то? Баптисты, это верующие. Даже адвентисты седьмого дня и то верующие. А иеговисты нет. Они их никто не признает. Запретили, да, Россию. А вот что запретили? Запретили, это неправильно. Запрещать не надо. Они свободные граждане. У них хорошие семьи. Они работают хорошо. За что их запретили-то? На каком основании? Вам слышно, что я сказал? А то, что вот крещение... Да, я слышу, я слышу, я слышу. Вот про крещение у меня еще один вопрос. А вы как про нас узнали-то? Почему вы позвонили? Я могу в церкви крестить своих детей. Как вы узнали про нас? Позвонили-то почему? Ну, я ваши ролики вижу вот в Ютубе. Постоянно. А как вы их нашли, эти ролики? Ну, я в Ютубе ваши ролики вижу. Ну, как-то вы на нас вышли же. В Ютубе там... Мне подсказали, да. Мне подсказали. А кто сказал? Ага, да, я священник убил. У меня друг есть, он мне сказал. А кто сказал вам про нас? Ваши ролики в Ютубе много есть. Понятно. А что у вас крестик-то наверху? Вы же не священник. Мне подсказали ваш ролик показать. Понятно. А у вас крестик зачем на виду-то? Спрячьте его. Он нательный должен быть. Я извиняюсь. Цыган хитрый. Ладно. Я не специально. Молодцы, детей можете крестить. Ну? Вы только когда будете крестить... Слушай внимательно. Вас как звать-то? Ага. Ну? Звать как? Меня Пётр зовут. Фёдор? Петя, Петя зовут. Пётр, да? Пётр? Да, я. Володя? Да, да, да. Пётр? Пётр. Пётр? Я понял. У меня что, плохо слышно? Ну, у вас колеблется всё. Звук прерывается такой. Плохой звук. У вас это нехорошее такое попало. Мотается вот так, туманное. Ну, это бывает. Ну, да. Значит, я в Ставрополье был. В Ставрополе. У вас там есть... У вас там в Ставрополе библиотека. В библиотеке все мои 38 книг я им подарил. Ставрополе, да? Видишь, как прерывается. Ну, ладно так. Вопросы какие у вас ещё есть? Ну, вот так. Вы в следующий раз найдите, где можно по-хорошему поговорить-то. Оно прерывается. Так вот, разматывается и всё. Очень плохой у вас этот прибор. Не годится для разговора. Так. Всё, да? Сейчас тоже. Ничего не слышно толком? Ничего нету? Разговоры... Так, вот у меня ещё вопросы есть. Ну, давай. Давай. Вот так вот.